Всем привет! Сегодня я очень долго думала о чем поговорить, потому что тем в принципе становится очень мало, а учитывая маскил рисования еще меньше, смотреть там не на что. Вот, снимать будни абитуриента не очень выгодно, потому что это никто не смотрит, а энергозатратно это чрезмерно. Поэтому сегодня поговорим про трейды. У меня есть пара криповых, ну не криповых, а зашкварных историй. И поговорим про дедлайны, потому что просрочивать дедлайны это конечно призвание, поэтому запасайтесь, давайте чаем и погнали. И начнем с такого понятия как трейд. Трейд это обмен персонажами. Допустим, у меня мой персонаж Мэри, я сейчас раскидываю всем Мэри, все рисуют поголовно Мэри, потому что я очень люблю Мэри, потому что мой главный персонаж это Мэри. Значит я скидываю Мэри, мне скидывают в ответ любого другого персонажа и мы делаем арты с персонажами друг друга. Ставим определенные дедлайны, сроки, в которые ты примерно должен уложиться, потому что это довольно-таки грустно, когда ты сделал арт за три дня, а теперь рисуют полгода, еще и не нарисовали в итоге. И значит я выкладываю у себя пост со своим рисунком и этот пост репостится в группу человека, с которым я делаю трейд. И наоборот, то есть происходит такой обмен аудиториями и лайками, потому что допустим если стили немножко похожи, то вероятность того, что аудитория перейдет из одного паблика в другую очень высока. Поэтому очень многие паблики как раз держатся на том, что делают трейды реквесты и тем самым зарабатывают себе подписчиков. А где их потому что еще искать? И у меня всегда был такой вот пунктик небольшой, что я должна нарисовать в первых не хуже, чем человек, который мне предложил трейд, а во-вторых попытаться себя немножко перепрыгнуть через голову, сделать лучше, чем я могу. И собственно говоря радоваться. Я когда рисую трейды стараюсь полностью выложиться, чтобы была максимальная отдача, потому что ты рисуешь чужому человеку в чужой паблик. И то, насколько круто ты нарисуешь, будет зависеть, придут подписчики или нет, а в твоих интересах, чтобы они пришли. Ну и конечно же халявный арт, если художник классный, если он тебе нравится. И вот, значит, несколько странных историй. Начну с не очень странной. Закончу вообще просто пипец, который мне даже рассказывается. Значит, когда я только-только создала паблик и начала осваивать такие странные штуки, как реклама творческих пабликов, другие художники. Мне, значит, понравился стиль одной художницы, но она ведь была очень маленькая. Я ей пишу привет, хочу с тобой трейд, мне пишут ничего, потом через неделю, ну давай. Я пишу, как здорово, вот мой персонаж, а в ответ я ничего вообще не получаю. То есть полный игнор, я не понимаю, чем думал этот человек. То есть он читает сообщение такое, типа, а, отвечу когда-нибудь не сейчас, не сегодня, не завтра, не послезавтра. Может быть через неделю, может не через неделю. Ну я думаю, в пролёте ничего, ну и другого человека, художников мало что ли. Потом она через несколько дней мне пишет. Ну что насчёт трейды? Я думаю, каст, ужас. Когда в такой вот видеодисконект рисовать не хочется, поэтому тогда отказался и счастливее. Вторая история была, ну, максимально неприятная. В том плане, что я очень часто рисую роботов, либо людей со светящимися белыми глазами, потому что мне это нравится. Нравится это на протяжении не пяти лет, а лет, наверное, десяти всё-таки, когда я вообще пересмотрела Тима Бёртона и такая, типа, вау, вот это вот очень интересно. Ещё это можно завернуть в концепцию, что у человека нет души и прочего. Но перешло это к тому, что он рыд в просто белые фары вместо глаз, которые светятся. Я, значит, вложила трейд несколько дней. Я прям отрисовывала, старалась. Хотела показать характер персонажа, там, человек был фотограф. Вот, я посадила его, значит, на улицу, перед ним стоит штатив, камеры, какие-то там ещё сердечки. Короче, получилось здорово на тот момент мне оказалось. Нарисовала я белые глаза, потому что я так обычно рисовала. Выкладываю, и мне прилетают. Вы забыли нарисовать глаза. Я объясняю, что это мой такой стиль, а мне прилетает. Ну, тогда ваш персонаж я тоже могу нарисовать, как захочу. Как бы то ни было, я просила сохранить у Мэрии несколько черт её. Остальные можно было, естественно, менять. Ну, ты-то мне об этом ничего не писала. Можно менять персонаж. Нельзя менять персонажа. Что оставить, что не оставить. Это было просто, типа, вот персонаж, вот персонаж, вот сроки, вот сроки, всё, до свидания. Стоп, что? И самое неприятное, то, что потом человек меня кидает в чес, удаляет мой повсю, и такая, nice. Точно надо. Я тоже удалила, убрала неприсылку, потому что камень в мой огород, получай ещё полученник. Ну, это неприятно. И третья история, которая меня просто вывела из себя, это мне, значит, написала маленькая девочка. Такая, о, давай, трейд. Я такая, ну, хорошо, поддержим самых начинающих. Начинающие художники поддерживают самых-самых начинающих, и вот по цепочке по лестнице. И потом она начинает, вот у тебя есть парень. Я такая думала, что за вопрос? К чему он вообще? Вот как бы ни с того, ни с сего. Вот себе вопрос, отвечай. Ну, я пишу, типа, ну да. Я же не скрываю ничего. И дальше она начинает рассказывать опытаёмную, вообще глубинную жизнь, что ей 12 лет, что её парень из Азербайджан, сему 20. Она рассказывает про их разные ихрища. Плотские утехи спрашивают. А у тебя что интересно? Она такая, стоп, что? И она потом кидает голую фотку своего парня. Я думаю, человек, ты настолько поехал крышей, о чём ты думала, чтобы мне такое вот вообще скидывать. И мне было настолько неприятно, вернее, я не понимала, вот что, что, получается, эта маленькая девочка рассылала другим художницам вот такой вот прикол и рассчитывала на какую-то поддержку. Я понимала, что у ребёнка там, наверное, психика какая-то сломанная, но всё равно это жутко неприятно. Диалог я, естественно, потом утолила, просто элементарно потому, чтобы не мусорила глаза своим таким вот воспоминаниям ярким. И трейд я в итоге, конечно, не делала, потому что было бы ещё и странно. Мол, ну, ничего, на тебе ещё и трейд после всего такого. Вот, на спидпейнте я, значит, рисую девушку. Мне захотелось изменить свой стиль в сторону, в пользу реализм, потому что в реализме и в академизме мне рисовать ещё ближайшие цать лет. Поэтому нос теперь я рисую как нос, и глаза стараюсь как глаза, да и губы как губы и всё прочее. И я когда делала лайн, я понимаю, что персонаж-то похож на антиконсервы. Вот это, значит, влияет на меня сверху. Хотя, на самом деле, просто вот как рука пошла, так вот и нарисовалась. Но, скорее всего, много однотипных девочек, видела, у которых примерно такой же нос, примерно такие же ресницы, губы, поэтому... Вот и вылилась в рисунок. Я показывала рисунок преподавателя, преподаватель такой... Ну, у меня там конечности, что-то очень длинное. И я и моя анатомия плачут в уголке, потому что анатомию надо учить, а я анатомию не учу из-за этого. Рисунки выходят не очень правдоподобные, из-за этого я ещё получаю немножко отбрег с рассряда, типа, анатомично. Должно быть анатомично. Это то же самое, что технично, но без души, с душой, но не технично. Чего-то такого среднего элементарно не дано. Поэтому я просрала там все дедлайны, вообще всё, что у меня связано с трейдами, с реквестами, я просрала по полной программе, потому что я планировала одно, вышло другое. Сейчас ещё очень сильно устаю на работе, что прихожу вот домой, ложусь на кровать и всё. Не трогайте меня, не подходите ко мне. Сейчас я камень. Камень просто существует, стоит, лежит, существует, смотрит юпуб. Не надо ко мне вмешиваться в пространство моего каменного отдыха. Поэтому у меня особо сейчас ничего не выходит нигде из этого грустно. А ещё я просрала вчера дедлайн, потому что видос должен был выйти не вчера, а позавчера. Вот он камень, преткновение. Ты это даёшь себе слабину, у тебя всё идёт по жопе, и в итоге нихрена не выходит. Что я могу сказать? Красатища, чего ещё можно пожелать в этой жизни. Взял, просрал всё дедлайны и сидишь довольный. У Меатриски есть очень весёлая песенка, так и называется дедлайн. Ну и там очень забавный момент про время, что на крайняк я мог бы и время остановить, но как волшебник я не шикарен. И это самая моя главная проблема. Наверное, так оно и есть, чтобы в 12 лет тебе не забрала сова в Хогвартс, и дальше всё поехало, пошло не так, как надо. Сова тебя просто не нашла, потому что в России хрен ещё найдёшь. Что GPS иной раз не ловят, связь не ловят. Вы в метро когда-нибудь по телефону пробовали звонить? Где там звонишь, а звонок вообще кудок не идёт, потому что ты находишься в небытие. Метро я даже не бы... там вообще ничего нет. Путешествуют везде андроиды всякие. Нелюди. Поэтому сова элементарно не смогла для меня дозвониться, не смогла меня найти и влетела на юг. Что ж ей ещё делать сове? Дальше куска видео элементарно нет, просто потому что этот трейд я так и не закончила. Я надеюсь, что к концу недели я его всё-таки нарисую, потому что просрочить настолько далёкий этот лайн будет не культура. Поэтому как-то так. Ну, а вы можете сосерцать это нечто. Я, наверное, помолчу чуть-чуть. Эх, подписывайтесь, ставьте лайки. Пока.